Игнатий Иванович, молитесь. Игнатий Иванович, молитесь. Молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благое сей человека любец. Аминь. Боже, будь милостью ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от лукавы, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои, достойно восхвалю имя Твое, Святой. Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Христос, воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живут дарова. Неделя шестая по Пасхе. Душевными очима слеплен к Тебе, Христе, прихожду, Яко же слепы от рождения, покаянием зовути. Ты, сущих во тьме, Свет пресветлый, Христос, воскресе из мертвых. Глаз шестый. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Кто Тебе не ублажает, Пресвятая Дева? Кто? Кто ли не воспоет Твоего Пречистого Рождества? Безлетно будет Отца Востеявый, Сын Единородный. Той же Тебе, Чистое, пройдение изреченного площадь. Христос, воскресе из мертвых. Ангельские силы на гробе Твоем истригущая, мертвеша, и стояща, Мария, во гробе, ищущий Пречистого Тела Твоего. Пленил еси ад, не искусився от него, встретил еси Деву, дару ей живот. Воскресе из мертвых, Господи, слава Тебе, Христос, воскресе из мертвых. Благословенную на реке из Твою Матерь, пришел еси на страсть, вольное хотенье, воссияв на кресте. Взыскатель, хотя, дам, оглаголь ангелам, срадуйся мне, яко обретший погибший Драхма. Вся мудрая устроявы, Боже, моли о нас, слава Тебе, Христос, воскресе из мертвых. Живо на начальной длани, умершей от мрачных удолей, Жизнодавец, воскреси всех, Христос, Бог. Воскресение подаде человеческому роду, Есть Бог всех, Спаситель, воскресение и живот, и Бог всех. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Отче наш, Иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагон. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Уставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песнь вопиемте сильной. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возьми к мисси Господи. Умой просвети сердце, и уснемой отверзивай, ежепетите, святая Троица. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и каего же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многерой Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешный, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего возигме Иси. Воеже утрените, славословите, державу Твою и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отвезли мои уста, поучайтесь со всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и призна, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Псалом тридцать четвертый. Вступись, Господи, в тяжбу стяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возмещи ты латы и восстань на помощь мне, обнажи меч и прегради путь преследующий меня, скажи душе моей, я спасение Твое. Да постыдятся и постромятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах перед лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от него. Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого, от сильного, бедного и нищего, от грабителей и его. Восстали на меня свидетели неправедной, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезней ходивался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил с кормой, с поникшей головою, как бы оплакивающей мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались, собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрижетали на меня зубами своими. Господи, да коли будешь смотреть на это, долго ли? Отведи душу мою от злодейских, ото львов одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народов многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мной враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы, расширяют на меня уста свои. Говорят, хорошо, хорошо, видел глаз наш? Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой, Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой. И да не торжествуют они надо мною. Да не говорят в сердце своем, хорошо, по душе нашей. Да не говорят, мы поглотили его. Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью. Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся желающие правоты моей. И говорят непрестанно. Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. Язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день. Псалом 35. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия перед глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие. Становится на путь недобрый. Не гнушает со злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Божия. Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Насыщаются от ука дома Твоего. Из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их. Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника, да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, не зринуты и не могут встать. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый, всемилостивый, Боже мой, Господи Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью даром, но скорее долгом. Истинно так. Богатый состраданием и неизреченный в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольно веры моей. Пусть она отвечает. Пусть она оправдает меня. Пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня от Твоей Слова Божьей руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня. Христос, Спаситель мой, скорее приди ко мне на помощь. Поспеши, я погибаю. Ты Бог мой, вочтево Матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без лености, как я прежде работал на сатану обольстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу во все дни жизни моей, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Святой Ангел, поставленный близости мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешным, не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня, ко Господу, чтобы он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владыча, самая Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, Отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения, и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помрощенного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословена от всех родов, и Твое пресчастное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, ибо мы усердно к Тебе прибегаем к скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородица, Дева, радуйся, обрадована, Мария, Господь, с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод щерева Твоего. Яко родилась, и Христа спаса, и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага, животворящего Креста Господни, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа нас, а противные дары Твоя, сохраняя Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного родителей, стройника, благодетелей, митрополитов, Марка, Николая, Агапангела, Тихона, Антония, Священная Иерея и Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Владимира, Максима, Андрея, И Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгений, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита, Сергия, Патриарха Кирилла, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Митрополитов, Тихона, Илариона, И весь священниче скиночий скичин, И вышли истинные служители, миссионеров. Проповедников, христианам, язычникам, мусульманам, буддистам. И нам, Господи, дай еще священника, рожденного свыше, который благовестник и место для занятия. Господи, коснись сердец правителей мира сего и обрати их к себе. И умудри их издавать добрые законы, бы дали достойно жить людям. Чтоб было еще уделять нуждающимся. Коснись Владимира, Михаила, Лезефа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, Карабаху, Белоруссии, Казахстану, Канаде. Где смуты и мятежи этих смутьянов Алексея и Илью украти. И покажи им ту бездну, куда они сталкивают людей этими митингами, недовольством. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу правдил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. Из-за всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда еще не было во Вселенной. И мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Ты сказал, что рожденные свыше, ходящие в духе святом, исполняющие твои святые заповеди, названные святыми избранными, помоги нам, Господи, оправдать эти дивные названия. Слава тебе, Христе Божий наш, слава тебе. Господи, благослови и сохрани наши жилища и селения от пожара, воров, нечистой силы. И живущих там благослови. Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа, Владимира, Николая. И пришли доброжители с детьми, любящими, знающими уставы твои святыми. Святые, ходящие в послушание, сохрани школу. Спаси, помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада их. Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину. И через каждого из них, Господи, распространяй Евангелие, дабы уверовали люди, признали Твое владычество над собою. И от тяжкого недуга пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира. И потерянного Александра найди и укажи, где он, Господи, живой ли. Блуждающих Алексея, Сергея, останови, дого не обманывали себя и людей. Слава Тебе, Христе Божий наш! Найди, Господи, все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, путешествующих, благослови. Льва, Раису, Виктора, Константина, Александра и неведомых нам. И садила их путешествие безопасным. Ты пощадил сестру нашу Елену, попавшую в аварию. Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе! Посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания. И пошли мы с Эленей, Кирилла, Алексея, Сергея, Надежду, Людмилу, Любовь, Маргариту, Татьяну, Валентину, Олегкину, Ольгу, Нианилу, Александру. И возри на угрозы врагов, на непрерывные потоки лжи и хуления. И чтобы изрыгаемая ими поглотилась земля и не достигла это ушей верных Твоих. И в судный день не помяни их безумие, ибо не знают, что делают. Быть может, и Духа Святого уже похулили. И благостри, благодетели наших, воздай им добром всей жизни и в будущем, Елену, Елену, Людмилу. Обрати Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Эдуарда. Ты услышал нашу молитву об издании Трехтомника Нового Завета. Сколько благодарностей со всего мира идет сейчас. Это милость Твоя, любовь Твоя. Помоги им назначить Трехтомник. Проповедь в стихах. Необходимое средство пошли. Мы бедные и нищие, Господи. Но так хочется прославить Тебя талантами, которыми Ты наградил нас всех. Слава Тебе, милосердный. Хвала Тебе. Господи, сохрани наше сокровище в интернете. Их администрацию благослови, расположи к нам. И трудящих на этом поприще благослови Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Слава Тебе, Боже наш. Благодарим Тебя за те жилища, где мы находимся, в храмы, которые ходим. Их устрояли кто-то, мы вошли в чужой труд. Воздаем добром Твоим. И благослови Михаила, Елену, Роману, Екатерину. И дай им добрую работу. Все устрой, как только Ты можешь сделать. И чтобы жилища их стали, как храмы. Чтобы они не были там одинокие. Обрати новые души. Ибо первые христиане во всей вселенной не имели ни одного храма, но ежедневно собирались по домам, прославляя Тебя, вникая в Слово Божие. Так ли все это, что говорили апостолы. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. По Твоему благоволению все это окажется на пользу нам. Может оказаться. И благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица, добывая свой хлеб. И более всего заботиться о своей душе. И помоги им развить эти таланты. И чтобы не бегать с одной работы на другую. Но быть довольным то, что дает Господь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегову, Авваочи. Свят, свят, свят Господь Саввао. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышний Богу на земле. Мир в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и канон и церкви, как на истину. Аллилуйя. И в вечности воздай милости Твоим всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе. Восны Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснадева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем оформлю любви от зависти несчастивых, от всех злодействующих против нас. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешем. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечно Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, Претеча Христова, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным. И помогать нуждающимся. И каждому дару доброе жилье Сергея Гавриилу. Святитель Христов Никола Берликийский чудотворец, образ скротости и воздержания, добрый архипастырь. Моли Бога о нас, о живности нашей, через которую Господь Бог облегчает наше пребывание на этой юдоле и пищале земле. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Павель, Но и Иосиф, Патриархи. Ездраниэм, Амос, Наум, Исаия, Иеремея, Варух, Изекииль, Осия и Аиль. Айгей, Сафония, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Данил, Отреки, пророк Михей, Абрам, Исаак и Аков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода нашего отшествия не застану с неготовыми. Но чтобы мы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными еле добрых дел, саделыми в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Херувимы, Серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарут Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем о межизвечную. А они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарм Смирский, Юстин Философ, Космай и Дамьян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Амидийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Сар Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Винамин, Осип, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой. Дабы никто не принял начертания зверя антихриста на щело или правую руку. Господи, возри на взятых из семей, отправляемых на фронт, братья и наших. Укрепи их Никиту, Александра, Максима и томящихся вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах, монаха Сергея, Владислава, Илью, Вара и неведомых нам страдальцев, пытаемых и убиваемых в мусульманских странах. Защити их, дабы никто не отрекся от Тебя, Христе Божий, нас. И нас приготовь к грядущим бедствию на всю вселенную. Господи, обличи правителей мира и священства, обманывающие людей, что будто бы от предсказанных Тобою казней можно избавиться какими-то ассамблеями, содружествами, изобретениями, медицины. Медицины – все это сатанинская ложь. Твои причистые уста произнесли, что будут глады, моры, землетрясения, войны. Восстанет брат на брат, а народ на народ и царство на царство. Это еще не конец. Слава Тебе, Христе Божий наш! Ты предупредил, что всему надлежит быть, и никто этого никогда не сможет изменить. Предначертное Тобою сбывается все, и оно запечатлено на страницах Евангелия. Слава Тебе, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Влатоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серапим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да укрепит и сохранит нас Господь в святой, православной вере. А замысл еретиков и сектантов разруши, разбей, и мечтоп преврати, Ибо ни один еретик в царство небесное не войдет, Пока он не примет учения церкви, а не свои измышления. Помоги нам, Господи, до конца быть верными Тебе, И найди отступников, Николая, Александра, Юлия, Евгения, Тамара. Ты их всех знаешь, Господи, дай им страх Твой святой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина, Перпетуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила Акила, Андроника Юния, Киприяна Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, Молчание. Целомудрие и стыдливость, И сохрани их от всяческого поругания и насилия, Исправ непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Людмилы, Виктории, Иоанна. И нас помилуй, милости Твоей ради. Слава Тебе, Христе Божий наш, И прими нашу молитву, воздияние рук, Как жертву вечернюю, благоухание приятное Перед престолом благодати Твоей, Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, Молящихся к Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, Как зиждитель. Ты наш Господь, знающий все, Прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный. Ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа За нас греши. Прими, Господи, исполни наши молитвы О всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И мы взываем о незаповедавших. Коснись их сердец. Пошли к ним тех, которые засвидетельствуют О любви Твоей, О голговской жертвы. Дай им понять, что за гробом нет покаяния. И человек отвечает за то, что он делал сам, Живя в этом теле, доброе или худое. Тебе, Божья, хвала, Тебе слава, Тебе счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, владыка, Слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Мир всем и доброе утро всем. Христос воскрес. Я напоминаю, Что у нас вслед за молитвами считается Слово Божие. Трехтомник Нового Завета С толкованием святых отцов и комментариями. И вот нам пример оставляют две наши любезные сестры, Которые ни разу не пропустились. Это Хапилина Валентина Сергеевна, Симоненко Ольга Николаевна. Я сколько раз говорил, Они в разных часовых поясах находятся, Но всегда здесь двое. Вот как космонавтов и везде говорят, Это дублер. Что-то с одним не заладится или нету, Второй на подмоге. Говорят, нам нужны живые примеры. Примеры по отдельной части. Другой зашел, ушел, его нету, нигде нет. Вот здесь Русик заходил, Гусейнов, Нарушал все, Все невесту искал. То есть искал в других. Хорошие. Там такие слова говорят, все. Нигде его не принимают. То есть он побыл, нарушает его, Потом опять просят принимать. Сейчас думал ехать в Израиль. Сон видел. И все, видит, как он женится. Ой-ой-ой. Ты начни с тебя. Не место красить человека, А человек место. В Израиле требуются люди, Он там будет другим. Никаким не будешь. Я вот рассказываю, Пример тут известный, Из житей такое есть. На острове немного было. Там человек 13, монахи. И вот против одного монаха, Какого-то Евсевия, Были шестеро против, А семеро за него. Но не потерпел это. На другой остров выехал, Там на Валаам. А там было так вначале. За него уже было только шестеро, А против семеро. И все. Вот люди часто меняют работу. Я сам с работы подавать заявление Ни разу не ушел. Меня гоняли. Не давали работать. Бросали. Ну, и от меня это никак не зависело. Меня милиция за руку водили. 18 предприятий прошли, И нигде меня не приняли. Только в одном приняли. Выходите во вторую смену. Я только в ограду зашел. Кричат, пришел, баптист. Да и мою трудовую книжку В окно выбросили. Ну и все. Уволен. Ну и что? Ну, ничего. Сторожем можно было работать. Вне ведомства охраны того района, Где я живу. Ну и какой заработал. Вот поэтому пенсия такая. Пенсия бомжа. Но зато у меня там три дня свободные были. Я все дни эти делал пещи по стране. Господь милостивый. И он не бросает, он научает. Вот я делюсь опытом. Потому что мне Господь позволил Биографию такую иметь, Которую в интернете практически нигде нету. Ну нету. Диссидент советский. Что диссидент? То есть прошел тюрьма, Лагерь. У меня 26 лет там и психиатрия трепала, И что только не было. Я остался живой. И меня поднимали, накачивали, Как бочку делали. Осталось все целое. И память Бог не отнял. Я застрял на 30-летнем возрасте. Никак не понимаю, Что это мой возраст. Вот 10 июня уже рядом. 84 будет. Это чудо Божие. И поэтому Господь позволил мне Много вести занятия В университетах одновременно в пяти. И сразу в 13 школах. И потом у меня сны такие. Я во сне все договариваюсь Еще захватить какой-то университет. И все это бесплатно. Только в одном АГТВу Технический университет, Там кажется 28 тысяч студентов Из 18 стран абитуриенты. Я вел занятия в 18 лет. А какие предметы? А география? История. Мировое искусство. Ответ на все вопросы. Вот откуда у меня сохранилось Столько вопросов. 4124. Сохранилось. А не сохранились. Там тысячи были. И поэтому я студентам говорил Слово проблема Я исключаю из своего лексикона. Как так? Так проблема есть. И другим словом заменил. А как? Нерешенный вопрос. Я его начинаю решать. Вот большой конгресс. Меня пригласительные приглашают. А там лауреат Нобелевской премии Жаря Салперов. Там одни академики, профессора. Ну им 10 минут дают. А мне 5. Ну я и за 5 минут им кое-что успеваю сказать. И что? Да вот то-то дело что. Говорят тут. Нет сегодня объединяющей идеи. Раньше было пролетария всех стран соединяйтесь. А сегодня нет. Я говорю. Она есть. Ну есть-то есть. Говорит. Можно придумать. Но надо опробировать. То есть проверить. Я говорю. И сколько? Ну хотя бы 4 года. Я говорю. У меня больше. Как больше? Ну я знаю. Я скажу. Вы называете проблема беспризорности в Российской Федерации. Нургалеев, министр внутренних дел, будто бы сказал. От 3 до 3,5 миллионов беспризорных больше, чем в гражданскую войну. Проблема вам? А я говорю. Нерешенный вопрос. Я начинаю его решать. Как? Образуя детский лагерь. Самостоятельно. Регистрирую в краевом отделе юстиции. Пишется устав. Волонтеры. Собирается команда. Строим жилища, где им ночевать. Столовая. Вот теперь я набираю детей. Объявления даем. Я директор бессменный. 45 лет. Тысячи детей подняли. Без помощи государства. И лагерь необычен по всем параметрам. Был от 7 месяцев. Ребенок на руках у матери. До бабушки там 72 года. То есть они могли с внуками приезжать. Ну, условия были понятные. Чтобы не курящий был человек. 45 лет. То есть на что такой уже крутой Максим Степаненко. Вы, говорит, попробуйте. Я, говорит, человек 10 набрал. Одну неделю. Не знал, когда неделя кончится. Они в разные стороны. Я не могу ничего сделать. У меня железная дисциплина. Приехал как-то начальник, полковник Сергей Живанширович Акопян. Это высшее здесь авиационное училище было, их начальник. И, говорит, у меня у военных такой дисциплины нет. У меня ни одной ложки пищи не выбросили. Если один раз кусочек там потерялся, так и то. А почему? Молитва, освещение, занятия с детьми. Они в день иногда 6 раз купаются только. Ходим, травы собираем. Они деревья узнают. Я все рассказываю им. Ребенок, уже в 14 лет законченный наркоман. Родители, говорит, купили мы наручники, приковываем в батареи. Все вынес из дому. От меня уходят. Ничего подобного нет. Он там сестренку бил. А тут всех обнимают. Они глядят, наш сын или не наш. Бог делает. Почему? Господь. Это все не я делаю. У меня нет гуманитарного религиозного образования. Только технарь. Техникум, как говорят нынче, там по-другому называют их. Строительный техникум. И Господь делает благодать Божия. Повторяю, благодать Божия. Ты только начни. И ты увидишь, что может и получится. Я всегда спрашиваю, когда необычное дело. Кто-нибудь это делал? Если делал, я начинаю сразу. Если не делал, тогда я удлиняю время молитвы. Посмотреть, почему никто это не делал. Как пострадали люди от того, что не делали. По милости Божией все это. Я во всем вижу руку благодеющую Божию. Вот попутно расскажу о случае, который был у нас в субботу. Вот позавчера. Чудо Божье. Вот запомните это. Люди говорят, ну нынче чудес нет. Есть. Вот оно у меня было чудо. Я сейчас вот готовый. Уже напечатал сегодня. Я за компьютером сижу с двух часов ночи. С двух часов. И днем никогда не ложусь. Никогда. Меня жена за 55 лет жизни не видела лежащим. Днем. А как? Надо я прислонюсь. И что интересно, во сне скажу, скажу, ангел мой добрый, пробуди меня через 15 минут. Вот. Вот людям, когда говоришь, они не верят в это. Ну я заснул. Ясно, что я спать хочу. У меня два с половиной часа на сутки. В сутки на сон уходило. Два. Тем более сейчас возраст уже не позволяет так временем-то экономно быть. И я сплю. И вдруг я соскакиваю. Кто к дверям? В окно посмотрю. У меня наружное наблюдение. Нигде никого нет. А другой раз я говорю 20 минут. А на часы посмотрю. Ровно 20 минут. Кто это делает? Я грешный человек. Верю, что Господь делает. Вот рассказываю случаи, как ангел Господень, которому молимся, он жив. Он помогает. Я стою в очереди в Новосибирске. На втором этаже билет покупать надо до Барнаула. Уже близко к очереди. Подходит бабушка, плачет деньги. У меня украли, до дома не доеду. А сколько тебе надо? Да вот столько-то там, кажется, 3 рубля что ли старыми деньгами-то. У меня только и было 3 рубля. Я ей подал, не хвалюсь, просто попадает сюда. Из очереди вышел, у меня тоже денег нет. А как поедете? Ну, я знаю как. Я к машинисту пойду, поговорю с проводником, и они меня допустят. Я уже знаю как. А нет, я наверх залезу, на вагонах часто ездил домой без денег. Бабушке отдал. Пошел. В карман полез. А эта трешка лежит в кармане. Другое. Реконструкция города Искитим. Я не знаю сколько там, но километра 3-то есть, наверное. На машине возят. А я оттуда иду, на валенке еще такой сверху бахрома, завязываю и через лес дорогу протопал и иду. Один всегда ходил. Снег прошел, огромный дом, в котором я живу на квартире, хозяйка уехала по монастырям. И ключ у меня лежит в сарае далеко. А сарай далеко в огороде. Никого нет. Ну, питаться-то надо что-то. Хлеб, кажется, хлеба-то у меня нету. Я открываю, след, снега заметен, а следа никакого нету. Санчези меня не знает, даже не встречался. Я открываю, в темноте там, глаза присмотрели, смотрю, стоит большая, наверное, литровая кружка, и пар идет. И на ней ломки и хлеба лежат. Откуда? В сарае, когда туда никто не заходил, следа даже нету. Я взял, опасаюсь, маленький пивнул, компот, да чего вкусный, кажется, никогда не ел. Я скорее домой с этими ломтями поел, как будто бы все питание мне отдали. Кто это сделал? Вот ты все время, что я говорю, припоминай, при том все вовремя. Те дни у меня хлеб был, а этот день я не успел купить и проще такое. И это не все. Вот в субботу что было? У нас закончена работа, практически закончена. Четырехтомник, проповедь в стихах. 882 страницы в каждом томе. 882. А эти-то у нас были, которые трехтомник, по 752 страницы. И когда Вячеслав высчитал, сколько стихов-то, у него получилось 3390, кажется, 8. Ну, а их у меня стихов насчитывалось 3467, 69 стихов нету. А где они? Не знаю, я и не знал. Но они у меня были на компьютере, эти стихи. И там по годам было, в каком году, сколько написано и какого числа. Но компьютер плохо работал, и тут брат, программист, взял на промывку, утащил мой процессор, как чемодан такой. Ну, у меня так и такое, ни одна пластина тут, ни ноутбук-то. И я спросил только, а у меня там на диске D не пропадет? Ну, я-то ничего не соображаю. Я говорю, давайте отдельно скачаем. Да не надо, а там много, там терабайты. Он принесся, сначала не хватился, потом полез. Папки стоят, а папки пустые. Как это могло быть? Я ему говорю, он не верит. Он хороший программист. Он там работает, там организация свою организовал где-то. Нету стихов-то? Ну, я и Вячеславу сказал, 69 стихов отсутствуют. А мы же и стихов составили. А где они? Даже намека нет нигде. Вот я знаю, их нету. Мы поговорили только, и я помолился, Господи, найди хоть некоторые стихи мне. Может быть, там что-то полезное есть. Вот и все. И уже на завтра, вот заметьте, какой круг. У Бога все вымерено. За два с половиной года айсберг отрывается, плывет и точно встанет на пути Титаника. Так и здесь, у Бога все известно. Человек один запросил полный комплект. Сначала деньги заплатил, а Елена Гладыщук, она этим делом заведует. Но она набирает, а книги лежат 38 книг в два ряда, по 18 книг. И они стопкой ложатся. Допустим, когда мне раньше издавали книги, там по 8, по 10 книг было. Я 4 кладу, а 4 опять же заворачиваю и на шкаф кладем. А это подписано, том 15, том 30. Когда она взяла, тут уже одна оставалась. Симфония на життя святых. Синяя такая бумага, переплет. Ну, это трудно далось мне. Я с життя святых 12 томов, кажется, чуть не на 10 раз промолотил, пока составил. Пропуски там разные. И здесь точно так же. Я стал искать, такая у меня бумага, и там написано, где какая книга хранится. У кого-то где-то. Это там, где холодильник стоит, как бы стенки. Ну, и там полки, там все как надо. Я пошел, попросил Сергея Павловича, тут еще даже Любовь Николаевна взошла, мы посмотрели. Нету нигде. Я лежу на полке, на уровне головы, выше, стоят картонные ящики. И большие. Я дернул, он даже с места не сдернулся. Ну, и стул притащил, Сергей Павлович залез и давай снимать. Ну, там килограмм 14, наверное. И две коробки такие. Что там такое? Я маленько заглянул. Книги. Куда-то готовились, и так что-то случилось, и они остались. Когда убрали, там еще коробка. Ее вытаскиваем, она вся в пыли, и там ее никто не трогал. А мы-то здесь находимся уже 30 лет. Может быть, ей там 25 лет. Ну, да хоть посмотрим. Раскрыли. Это все в субботу. В субботу. И сверху лежит толстое письмо, и написано лично Игнатию Тихоновичу. Все в пыли там. Ну, 25-30 лет, может быть, она лежала там. И если бы вот там синее это наше... Не надо было дополнять эту стопу. И не пошел бы искать, или пошел в другое время, но именно в этот день. Ну, я, ладно, дома прочитаю. Стал считать, это письма в стихах. Тут проповедь в стихах, а там письма в стихах. Я посмотрел, ну, конечно, там где-то попадала влага, и так расплывшееся фиолетовое пятно, все это, как Горбачев о чем поет о письмах своих, кто написал. Как раз вспоминает, что расплывшееся это. Я стал через лупу рассматривать и насчитал там где-то, сейчас я уже не могу сказать, но не меньше, что-то там 17-18 стихов. Но какие из них уже есть в четырехтомнике, а каких нет, попробуйте узнать. Вот попробуй. Раньше нельзя было узнать, пока эти не попали ко мне. А там какая-то сестра, которой, я казалось, что она дорогая, близкая, родная сестра, и она переслала письма. Видимо, заболела, и чтобы они не пропали, она послала с кем-то. Я был в деревне, кто-то положил и туда, вот путь какой. Но они ждали вчерашнего дня. Вот вчера, 21 мая 2023 года, письмо ее дошло до меня. Я письмо прочитал. Теперь их надо, эти стихи-то, узнать, какие есть или нет. У меня есть способ найти. Это четырехтомника уже есть, но они взяты из общего, в один файл. Это да, контрл, эф, заряжу какое-то важное слово, редкое. Я до утра просидел, вчера тоже в ночь сидел. И к утру я почти все закончил. И нашел, что примерно пополам, вот столько-то там, сколько их там, 9, 16, там хоть больше, которые у меня есть, и они уже вошли в четырехтомник, а других нету. Я их уже разбил на две папки, и это все было вчера. С Сергеем Павловичу говорю, ты бы пришел, помог мне, он печатает, тоже не так сильно быстро, но печатает. Ну, надо, во-первых, в администрацию отнести, что записали за неделю, а Володи-то нету. Он сходил, вернулся, еще не завтракал, а я-то дома позавтракал. Я говорю, тебя угостить нет, не хочу. Ну, он не заморенный, так скажем. Ну, вот он сел и печатал. И получилось, что я видел одно стихотворение, а там отчеркнуто два. И получилось 18 стихотворений, уже напечатанные. Сегодня Вячеслав-то еще спит, я ему все это скинул. Ну, можно их поставить уже законченные, смонтированные, с четырехтомник-то, сзади. И оглубление дать. Ну, не знаю, какой ответ даст. Вот, смотрите, какое чудо Бог делает. Чудо в том, что запрос, чудо в том, что Елена сразу выполнять начала. И чудо в том, что симфония на жите, она одна лежала, и открылся стол голый. Это надо немедленно еще там положить теперь. А их нигде нет на полке. И знаю, куда пойти не нашли. Стали, да не надо, пусть эти ящики стоят. Я говорю, снять надо. Мы их сняли. Вот меня тоже задело. А теперь оттуда. Давай вытаскивай. У тебя мне книги класть некуда. Вот заметьте, сколько, какая цепочка. И, наконец, письмо. И, наконец, через один день мы уже узнали, какие они вошли. Это нельзя составить. Это самое настоящее чудо. А чудо не только в этом. Вот я рассказал, как у меня там стройкой с этой было. Как там в сарае компот и прочее. Даже вот засыпаю, и кто-то меня будит. Это все от Господа. Я во сне проповедую. Проснулся, вот так рука поднята. Я показал, вот написано. А в другом месте что-то там человека совращают. Я заплакал. Встал, у меня подушка мокрая. Вот это чудо. Вот здесь заходит. Сейчас не бывает один. Пятидесятник. А он в Америку уехал с Украины. Его Леонтий звать. Я Копчук. И он вышел на меня и говорит, а вы кто? Я говорю, а вы кто? Ну я в Америке такой-то там. Семья у него какая. Он в годах уже за больным там ухаживает. Ему деньги дают. И он решил заработать. Я говорю, а как вы вышли на меня? Как вышли? Тут не выйти нельзя было. Я говорю, ну что? Ну как я спал? Вы подошли, как пнули меня? Он в Америке, а я в Барнауле. И сказали, что спишь? Вставай. Молиться надо ночью. Я спросил, говорит, а ты кто? Он говорит, Игнатий Лапкин. И тогда я стал вас искать и нашел. Проходит короткое время с Австралией. Та же самая история. Я пнул, пробудился. Установили связь. Посмотрите, где Ирландия. И там так же. Выходит, я ночью дома не бываю, а шатаюсь по земному шару и пинаю. Вот так. Ну, я не обманываю. Вот только сегодня она сказала. Это чудо. Чудес Господь нас столько дал. И она говорит, у меня только вопросы были. И вы сразу ответили. А как вы узнали вопрос? Я ничего не знал. Не надо мне приписывать. Если что-то есть, благодать Божия. У нас одна пришла на занятия в университет. И она поступала где-то у Крашне. Ей-то была и везде. И тут в вагоне, в Тарвайле, где-то услышала разговор, что идут занятия в Алтайском государственном техническом университете. И она пришла. И вот как. Я говорил, она помнит о втором пришествии. И как только она заходила в дверь, аудитория огромная, 410-я. Я говорю, взглянул на меня и перестали говорить. А в это время передо мною аудитория полная. Встала женщина и пошла туда, там, где одежда складывается. А я, говорит, села прямо на меня. И вы на меня посмотрели. И стали отвечать на мои вопросы, которых у меня было 7. В том порядке, в котором они у меня записаны. В том порядке, 7 вопросов. Что ты городишь-то? Ну, я сказала, ну, что я сказала-то? Сказала, как было. И вот я здесь получаю очень часто. Вот если кто знает, это Юрий Соболев. Он преподаватель в университете, в Красноярске. И преподаватель в Академии, в Мирске. И ведет там подготовительную работу, оглашение в Метрополии. Очень приятный человек. И мы, говорит, с женой идем. А ребятишки бегают. Кто быстрее добежит-то? Скажите, а это вредно, не вредно? Соревнуются дети. Он думает. Пришел домой, манертофон включил. Или где у меня там записано-то. Или в интернете. И вы начали говорить первые слова о том, как относиться к спорту. И когда дети бегают. А как вы узнали? Ну, что вы влепите и узнаете? Ну, вы же знаете, что еще не знаю. Я просто люблю моего Господа. И поэтому, когда говорят, Бог там не слышит. Это неправда. Мне звонят помолиться буквально со всех континентов. И все говорят о том, что никак нельзя было. А тут сразу разрешился этот вопрос. Повторяю, ничего не знаю. Все благодать Божия делает. Почему? Он берет самый негодный сосуд. Самый маленький. И вкладывает камушки. И богатырь кверх ногами. Голиаф. Поэтому ободритесь. Вот я вам даю пример. В этом вопросе не я пример мой пример, а пример Господа в отношении меня. О чем бы не попросил? И Бог дает силы все перенести. И поэтому у меня такая биография насыщенная. Там преподавал детский лагерь, поездка по всему миру, свидетельства по всей Европе. Раздавали книги. Скандинавия, Прибалтика, Владивосток, Португалия, Турция. Это нельзя сделать. Никак. И никто не сделает. Мы сделали подарок в 650 библиотек. Обошлось 35 миллионов рублей. Денег нет. Дорогой люди в карман суют. Я около храма, где остановились, там Симферополь. Подходит в карман, сует человек деньги. А у меня правило. Если мне положили сколько, я столько же должен отдать в этот день нуждающимся и добавить свои. Поэтому чем больше мне суют, тем я делаюсь беднее. Поэтому я ребятам отдаю, которые едем, чтобы нам хватило на бензин. Только на одно путешествие на бензин 440 тысяч ушло. Видите, какая жизнь может быть. Я не имею образования. И тем более говорю, не приглядываясь ни к кому. У меня тысячи врагов и миллионы друзей. Я прошу помолиться вот с этой недели, чтобы через 4-х томник получить, пока я не уехал в деревню 10 июня. Мне так хочется здесь, чтобы с типографией тут успеть переговорить. Как они ламинированные, составили корочки, корешок как. Мы все составили. Но я обратился здесь по скайпу, и столько советов пришло. И пришлось все менять. Советы давали лучше, чем у нас мы обдуманно делали. А один, мы уже сделали, только кому-то послал, и он даже не знал, что у нас готово. И он 3 из 4 книг указал правильно, какие картинки поставить. А картинок-то немало. У меня только в моем мире 24 тысячи фотографий. Вот, понимаете, это сегодняшнее время, сегодняшние дни. Так делает Господь. Ну и так, дорогие наши сестры, ваше время. Господи Иисусе Христе, отверсти уши и очи сердца моего, чтобы он не услышал твои слова, и понять их, и исполнить волю твою. Послание к евреям, апостола Павла, 8 глава, 10 стих. Вот завет, который завещаю Дому Израилу, после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах ей, и буду их Богом, а они будут моим народом. Толкование, блаженна Феофилакта. После тех дней, каких же? Одни говорят, что это дни исхода, когда был дан Моисеев закон. А мне кажется, что он говорит о тех днях, о которых сказал выше. Все дни грядут. Таким образом, после того, как пройдут те дни, я положу такой завет, о чем услышишь далее. Пусть покажет это иудей, когда он получил неписанный закон. Ибо и после возвращения из Вабилона он был ездрой письменно. Апостолы же ничего не получили письменно, но приняли в свои сердца закон Духа. Посему и Христос сказал, утешитель научит вас всему и напомнит вам все. Иоанна 14, 26. Это совершено было через Евангелие. Ибо те, которые прежде служили идолам, ныне признав истинного Бога, стали его народом. Комментарий Игнат Тихонович. Через какие книги, научаясь из них, люди становятся православными? Можете провести опрос и убедиться, что едва ли на тысячу найдется один человек из тех, кто посещает храм, который пришел через Евангелие, и что он может указать определенное местописание, через которое он услышал голос Божий и обратился ко Христу. Когда мы ссылаемся ныне на определенные тексты Библии, называя книгу, главу и стих, то нужно на это место смотреть не как на строчки и буквы, но помнить о их происхождении, кто и когда их сказал впервые. Если сегодня гонитель христиан прочитает слова Христа, сказанные им, к лютому гонителю Савлу, то эти слова и нужно воспринимать как слова, сказанные самим Спасителем и запечатленные на бумаге ныне. Во всех народах культивируется авторитет родителей, отца и матери, давших жизнь. Если мы духовно родились от Евангелия, и Слово Божие было для нас семенем, который Создатель положил в нашу душу, то наше почтение, благоговение и благодарность прежде всего и превыше всего будут направлены к Богу и к Евангелию. Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Иоанна 15.3 Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. 1 Петра 1.23 Как возрожденные не от тленного семени, но от непленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. А это Семя, Слово Божие, во всей чистоте сохранила для нас церковь Христова, соборная и апостольская. 8 глава, 11 стих И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, «Познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать Меня». Толкование. Научением называют здесь наставления, сопровождающиеся трудом. Ибо вот мы видим, что нам нужно очень много слов для здравомыслящих, чтобы убедить их веровать во Христа. Так как закон иудейский содержался в одном углу Вселенной, то немногие знали его. Глаз же апостолов распространился по всей земле. Псалом 18.5 И кроме того, так как Бог жил на земле во плоти, и так как Он обожествил нашу природу через восприятие, то Он и вожжёг в душах всех свет истинного богопознания. И благодатью была как бы вложена в человеческую природу некоторая способность к истинному познанию Бога. 12 стих «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконних не воспомину более». Толкование. Омывая нас через крещение от нечистоты прежних грехов, Он уже более не воспринимает о них, как прежде смыты. 13 стих «Говоря новый, показал ветхость первого, обетшающий и стареющий близко к уничтожению». Толкование. Изъясняет пророческое выражение и говорит, что то самое, что Он назвал этот завет совершенно новым, служит указанием, что первый, наконец, оказывается ветхим. Получив уверенность от пророка, касается, наконец, закона, показывает, что ныне процветает наш завет. Таким образом, из пророческого выражения Он взял имя ветхого, от Себя присоединил имя обетшалости и далее с необходимостью сделал вывод, что уничтожение неизбежно для закона. Как бы так говоря, не случайно Новый Завет упразднил ветхий, но впоследствии ветхости, устарелости его, то есть в силу того, что он ветхий, то есть немощен и неполезен. Как и в другом месте говорит, закон, ослабленный плотью, был бессилен. Римлянам 8.3. Евреям 9 глава, 1 стих. И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Толкование. Доказав со стороны священника священство и завета, что Первый Завет должен был окончиться, апостол теперь доказывает его и со стороны самого устройства скинии. Было в ней три отделения. Одно внешнее, предназначенное для всех вообще, иудеев и эллинов. Далее следовало завесу, за которую входили священники, совершая ежедневно службу. Это отделение называло святым. Эти отделения были образом Ветхого Завета, ибо там все совершалось с жертвоприношениями. Святой же святым было образом нашего таинства, ибо, говорит, Первый, то есть Ветхий Завет, имел постановление, то есть символы или законоположение, но имел в то время, ныне же не имеет, ибо прекратился. Земным называют его потому, что дозволялось ходить в него и в одном и том же здании, и известно было место, где стояли иудеи, назареи, прозелиты и эллины. Так как оно было доступно и язычникам, то и называют его земным, мирским скопом. Второй стих. Ибо устроена была скиния первая, которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебу, и которое называется святое, толкование. Называют эту первой именно по отношению к святому святы, которое было в середине. При ней же находился мирный жертвенник, жертвенник для всесожжений, поставленный под открытым небом. Затем, если предпонимали завесу, вернее покрывало, исход 40.19, то она являлась срединой, в которой был светильник и трапеза, предложение хлебу. Третий стих. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святы. Толкование. Видишь ли, что была первая завеса, которую Писание называет покрывалом, так как оно свертывалось и стягивалось. Эта завеса отделяла двор, в который входили все вообще, на который мы приносили жертвы на медном жертвеннике, от скинии, которая доступна была священникам, ежедневно совершавшим службы. Далее, как ты прошел эту завесу, была еще другая завеса. И за ней скиния, глаголимая святая святы, в которую никто другой не входил, кроме одного только первосвященника, но и он однажды в год. Везде же он все называет скинией, потому что в ней обитает Бог. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спаси всех, Христос. Спаси Христос, сестра. Слава Христу. Так, вопросов нет, отхожу. С Богом. С Богом.